На картодроме Forza Karting финишировал любительский турнир Mix. На старт заключительной гонки вышли 10 сильнейших команд. Интрига держалась до финала, ведь на призовые места претендовали 7 коллективов. По итогу пятичасовой борьбы, отмотав 550 кругов, золото завоевали пилоты команды МКА. Однако в общем зачете они стали вторыми, уступив по очкам соперникам из ракеты. Но на этом распределение наград не закончилось. Ведь помимо абсолютного, в Mix 15 было еще 8 призовых зачетов, впервые в истории турнира. То есть у нас раньше были зачеты, но эти все зачеты, они были не призовые, а были просто кубки, медали. А когда есть какой-то коммерческий интерес, то естественно уже более серьезно подходят к борьбе люди, команды, люди, участники. И поэтому борьба вот до последнего. Главный приз в категории Pro достался Комете. Золото в зачете Light присудили МКА-3. В зачете – Автоклуб АМГ-GT. Самой быстрой среди студенческих команд оказалась МАДИ Картинг Тим. Среди дебютантов – Shadow Realm RT. Лучшим менеджером сезона признали Станислава Акопова. Лучшим пилотом – Игоря Абросова. Возродили в этом году и зачет гостя. В нем одержала победу Армада из Калининграда. В этом году у нас возродился турнир. В турнире зачет гостя. Потому что у нас было целое прям соревнование среди приезжих команд. У нас была команда из Нижнего Новгорода. У нас приезжали команды из Питера. У нас приезжали из Твери постоянные участники. Следующий, 16-й сезон чемпионата МИК стартует только в октябре. Но тем, кто желает принять в нем участие, организаторы рекомендуют начинать подготовку уже сейчас. Чтобы почувствовать себя в своей тарелке, то есть разгонные гонки у нас. Ну, это так, к сведению. Можно принять тот же МИК-спринт, который мы запустили. Вот он сейчас тоже будет идти, где можно нормально раскатиться, вкатиться и найти себе сокомандников. МИК-спринт – это турнир, где пилоту соревнуются в личном зачете. И там попроще. Каждый этап включает квалификацию и три гонки по 12 минут. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ